Сотни килограммов железа и палящее солнце. Даже для таких богатырей это серьезное испытание. Чемпионат России по силовому экстриму собрал в Севастополе шесть лучших команд страны. Состязались переноски груза весом более 400 килограммов на расстоянии 20 метров. Двух тяжелых стальных чемоданов, а также поднимали металлические бревно и гигантскую гантелю весом более 100 килограммов. Я являюсь самым сильным человеком в России. Четыре года подряд учается выступить. Чемпионат России, естественно, нужно выступить. В команде, хоть в команде, редко выступаю. Среди тех, кто приехал на турнир, супертяжеловес Евгений Марков из Омска. Он выступал за команду «Сибирские медведи». Немного переоценил свои возможности, пронес немножко фермер, давление немножко скакануло и расслабило. Главным судьей соревнований стал другой сибиряк. Победитель престижного турнира Арнольд Классик. Мастер спорта международного класса Михаил Шевляков. Все ребята, которые представлены на данном турнире, они все друг друга знают. Знают свои сильные и слабые стороны. И команды подбирались с таким... парой создавались с такими условиями, чтобы у каждой команды были шансы в данных дисциплинах. Фестиваль «Симового экстрима» в Севастополе проводят с 2014 года при поддержке Управления по делам молодежи и спорта. А до 2022 года пауэрлифтинг включен в перечень базовых видов спорта нашего города. Я в первую очередь уверен, что площадных массовых публичных спортивных мероприятий должно быть гораздо больше, для того, чтобы заражать спортивным духом молодежь, подрастающие поколения, и пополнять обойму севастопольских спортсменов новыми профессионалами, новыми звездами. Команда нашего города, легендарный Севастополь, достойно выступила на соревнованиях, не уступала сибирякам и заняла третье место. Денис Тишин и Павел Булгаков, информационный канал Севастополя.